Я так изначально просто в городе своем, где я жил, в Батвии, в Смилтоне, и там я увидел, что ребят едет на спортивных велосипедах, и тоже хотел, по большому шагу, вот так. Поступил в школу спортивную, и где начинал, да. У меня отец как бы еще занимался по молодости с велоспортом, и как бы он тоже немножко подвинутый в сторону. Каждый год что-то меняется, и все время что-то ты нового изучаешь. Что нет, что вот 10 лет назад, когда я подписал первый контракт, он каждый год меняется методик тренировки, подготовка, и такое ощущение, что как бы то, что было перед этим, сейчас вообще на 100% изменилось, на 180 градусов, и понимаешь, что, ну, тебе все время надо учиться. У тебя как бы, вот в Пелотоне, что есть, по-моему, у каждого угонщика уже, это как его правильно назвать, заднее зрение. Как бы зеркала этого нет, но ты все равно, вот, есть какие-то опасные моменты, и чувствуешь, что сзади приходит, там кто-то приезжает, обижает тебя, даже если ты его не видишь. Я думаю, вот это такой самый, что вот отличает новичка уже профессионального. И потом, смейся, как ты сидишь на велосипеде, вес и разный, по-разному каждый сидит, и я думаю, это... То есть здесь индивидуальный и нормальный, как говорится? Да, это индивидуальный, потому что посмотреть, ну, как бы, Дани Мартин, когда он уже идет, максимум, ну, в гору, как он тоже болтается на велосипеде. Или того же самый Фрун, когда едет, ну, как бы, две разные посадки есть, и... Я думаю, ну, это уже индивидуальный, да, каждому. Рост метр восемьдесят девять, вес от восемьдесят два до восемьдесят пять килограмм, Пульс тридцать восемь, ну, там, плюс-минус, бывает так, вот, средний тридцать восемь, спокой, по утрам или вечер, и максимальный сто восемьдесят. На час работы у меня, вот, по ваттам идет, на мой вес около четыреста пятьдесят ватт. Начал свою работу, и на двадцать минут в тесте делай, там, четыреста восемьдесят ватт, и, ну, по-разному. Я больше, как бы, иду на будущем, да, вот, цель, чтобы себе показать на классиках, особенно Париже День, мне очень нравится эта гонка, и, наверное, как бы, мечта на будущем, которой выиграть хотелось. У меня, вот, более-менее, да, вот, пятка у меня все время вниз идет. В предыдущие годы я немножко поднял седло, сравнивать, как я там, изначально ехал, там, аматерок, первые года присылаю. Ну, сейчас я пошел обратно, на свою старую посадку больше, и, да, нам намного удобнее есть, и чувствую себя лучше. То есть очень важно, посадку выставлять с начала сезона, и когда ты начинаешь тренироваться на успех, потому что, если ты уже делаешь это после двух-трех тысяч километров, если уже проехал, тебе меньше, как бы, привыкли уже старые посадки. И не хотят уже было. Я поменял, может быть, два раза, ну, два тренировок ты хорошо чувствуешь, да, что-то по-другому, а потом они начинают уставать, и ты думаешь, нет, нехорошо, и начинаешь менять обратно. Конечно, в течение года, там, она меняется, нам, ну, пару миллиметров, потому что вес, просто, там, ну, гибкость больше будет. Силовая работа больше нравится, и, как бы, ну, да, но у меня ПДЛаж тоже не самый высокий, средний, а, ну, да, больше на силовой. Если смотреть индивидуальный старт, ну, как бы, там, самый такой объективный, потому что там все время крутишь, ну, там есть от 88 до 95 оборотов. Ага. Когда, вот, ну, максимальные работы самые тяжелые, конечно, и они и есть самые неприятные, когда уже максимально, там, по 2-4 минуты, там, ну, есть разница, когда уже это делаешь, там уже надо очень собраться и... Ну, на тренировках я 90% пью только в одну. На Сан-Нурване, ну, там уже бывает, да, Малту, ну, там, с судьбой водом есть, и соли, которые, да, вот, элитролиты, и, там, минералы всякие, да. Ну, тоже, как, если холодно есть, тогда больше, да, вот, там, Малту и соли. Когда уже очень жарко, в этом, там, велка есть, в натуре, этапы какие-то. Тогда все равно впалает 70% вода, и потом, ну, потом сладкие все есть, и хочешь что-то свежее. С булками, да, ну, там, булки с хамоном в Филадельфии, это больше, ну, да, вот, на классике, да, это, почти с половиной часов гонка идет, тогда, да, вот, сначала, как бы, начинаю с булками, и потом, через три часа, там, перехожу на булки, там, и, потому что у них легче уже, и быстрее они перевариваются в животе. И гелы, ну, мне очень, ну, я очень редко гелы каким-нибудь, ну, там, крайний случай в конце уже. А с кофейном, ну, это есть только, там, надо какую-то работу в конце сделать, если ты там еще остался, там, есть спринтерский этап. А так, с кофейном не очень, что я проехал, все ввел, в прошлом году ни один, ни раз кофе не принял. Между гонками, если сезон идет, тогда больше всего остается еда в его спорте по-большому, там, салаты и макароны. Дома, вот, приезжай, гречка, мне нравится, и, и мясо, да, вот, стейк, кусок, или курицу, да. А вот, после сезона, ну, бывает и между сезонами, ну, между гонками иногда, но мне пицца нравится. Я бы больше, кто у меня в Латвии, там у нас одна пиццерия есть, которая мне очень нравится, но там уже наша пицца, не скажем, что итальянская, но там наша пицца, и, ну, да, там бывает, что, вот, первые, может быть, три недели я, там, в два раза хожу. Ну, я думаю, как у всех, больше 119%, но мне нравится, когда ест жарко, ну, даже, может быть, жарко-жарко. А, даже если сильная жарба, то есть, я люблю? Да, вот, холод, как бы, вот, на классе, когда есть холод, ну, мне не очень, да. Ну, если холод и сухо, еще нормально, если холод и дождь, тогда мне очень тяжело ест, вот, я посчитаю, ну, да. Да, если жарко, можем 30-40 градусов. Ну, я думаю, вот такой один ключевой, конечно, был то, что я выиграл в Фландрии по У-23. Это был, как бы, путь в профессиональном спорте, и уже в профессиональном спорте, да, одна победа есть на Каталуне. Этап первый. По Буршавской поравнине идет, и скорость поддерживается. Вот приезжаю, на ругаю, ну, не знаю, вот карта или что-то такое. Ну, у меня все время какие-то проблемы, там, падение. В прошлом году ладонь сломал, и тогда, там, помогать над колесом, дал гидерам команды. Ну, все время немножко что-то так помешает, и, ну, надеюсь, что в лучшую сторону сейчас будет. Субтитры сделал DimaTorzok